Конференция с подробностями. Александра Черепнина. В то, что все закончилось, они, кажется, сами верят еще не до конца. Какие были три дня до этого, ясно, без слов. На лице остались синяки. Евгений Давыдов на пресс-конференцию приехал из больницы. Врачи диагностировали разрыв барабанной перепонки. Еще немного, и он мог потерять слух. Врачи сказали, что нужно несколько дней проколоть антибиотики, какие-то еще делать медицинские процедуры. И, соответственно, я всем просто домой забежал, поменял рубашку, посмотрел на своих, поцеловал, там, пять минут буквально, и прилетел сюда. Командировка по заданию редакции длилась чуть больше месяца. Они пересекли территорию Украины официально, предъявив служебное удостоверение. 14 июня должны были вернуться домой, доехав сначала на машине из Донецка в Днепропетровск, чтобы после сесть на самолет. Но до аэропорта так и не добрались. В районе села Покровское ребят остановили на блокпосту так называемой нацгвардии. Поняв, что это российские журналисты, ехать дальше им уже не дали. Они стали сразу шутить, что вот к ним в руки попала золотая рыбка, джек-пот. Перевернули все наши вещи. Надели, вот Никите на глаза надели колокол, заданный вперед. Мне надели какую-то тряпку, какое-то полотенце, вверху, зарезали глаза. Силы затолкали в автомобиль. Не было предъявлено никакого обвинения официального. То есть это не официальная структура, которая арестовала по каким-то причинам, предъявила обвинения. Ну, я уж не говорю про адвокатов и так далее. Я говорю про методы работы, про то, что надевают и везут. Надевают балаклаву, везут, привозят, заводят, сажают на стул и дочеряют избивать. Как потом станет известно, место заточения находилось в самом центре Днепропетровска, в бывшем здании службы безопасности Украины. Сейчас здесь расположились боевики правого сектора. Почти все время репортеров держали в нечеловеческих условиях. Без воды, еды, постоянно угрожали и били. Называли шпионами, выбивали признание, что все их сюжеты якобы вранье. Под дулом автоматов объяснения находились всему. И синякам под глазами тоже. А вот у вас, ну вот, видны там побои какие-то, а вы их вообще где получили? Видите, верно? Я просидел, кто не видел. Ну, не совсем, но видны. Да, прохладку. Хотя знания прохладки есть. Они записали заранее вопросы, заранее мы проговорили, как на эти вопросы я буду отвечать. Если ответ не нравился на вопрос, камера выключалась. Ну и, соответственно, сыпались удары, были угрозы, там, и прикладом, и коленом. Ну, не знаю, чем только не били. Есть у меня друзья на Лубянке, знакомые со спецслужбами какими-то и так далее. То же самое, если я говорил невнятно или тихо, и не нравились мои ответы, то, соответственно, тоже приходились удары уже по телу. Во время одного из допросов ребята решились не выключать телефоны. То, что с ними происходило в те минуты, слышали и записывали в редакции в Москве. Из-за помех связи разобрать все слова трудно, но главное, ясно, разговор на повышенных тонах часто прерывается хлопками, очень похожими на удары. А после репортерам объясняют, какие темы совсем не нужно поднимать в сюжетах. Через какое-то время те, кто удерживали репортеров, сами позвонили в редакцию телеканала «Звезда». Да, нам нужны эти люди, естественно. Мы готовы на любые условия. В редакции вели свое расследование. Руководство телеканала обратилось к президенту Украины, к СБУ и Министерству юстиции с требованием освободить своих сотрудников. К вызволению журналистов подключились российские, Министерство обороны и иностранных дел. В итоге вернуть ребят домой получилось без выкупа, путем переговоров. На их захватчиков в Следственном комитете завели уголовное дело. Репортеров отпустили вчера. В Москву они вернулись вечером. Из аэропорта их увезли в больницу. Впереди несколько выходных. Столько, сколько будет нужно, чтобы прийти в себя. Александра Черепнина, Дмитрий Волков, Людмитрий Волков.